Крепость – одна из важнейших исторических и культурных объектов Ингушетии и одна из самых главных достопримечательностей на ее равниной территории. С ней связаны значимые события и процессы в истории ингушского народа и в целом кавказского региона. На основании трудов историков следует, что после трехдневного сражения войск имама Шамиля с царской армией, оборонявшей крепость, в апреле 1841 года она выстояла. После окончания Кавказской войны в 1859 году Назрановская крепость утратила свое военное назначение и превратилась в место заключения горцев, выступавших против царского режима. После она стала одним из центров борьбы за советскую власть в Терской области. Основные сюжеты истории строительства и функционирования Назрановского укрепления в своем докладе отразил директор Государственного архива республики. Весь материал, представленный на конференции, основан на материалах Госархива региона. Мы на основе тех документов, материалов, в том числе в докладе приводится много картографических источников, которые имеются у нас в Государственном архиве. В основном и документы, конечно, и все эти картографические материалы нами откопированы из центральных, федеральных архивов, также региональных архивов. В данном случае в докладе использованы документы и материалы, которые нами копировались из Российского государственного военно-исторического архива и Российской государственной библиотеки. Значимость памятника здесь рассматривают из археологической стороны. Так, доклад Умалата Гадиева посвящен Гамурзивскому городищу, которое находилось в границах крепости в том числе. На его территории исследователями выявлены различные археологические артефакты, которые доказывают, что там, начиная еще с эпохи бронзы, жили люди. Они вели оседлый образ жизни. Археологами доказано, что жители крепости в то время вели многогранную жизнь. И такую ценность терять ни в коем случае нельзя. То, что сегодня мы поднимали вопросы, связанные в том числе с их ограной, археологическим наследием, на этой территории, это актуально, потому что наши памятники археологии, они проливают свет не только на историю нашего народа, но и имеют важное значение в системе древности Северного Кавказа, Юга России и занимают достойное место в системе древности всей нашей страны. На Северном Кавказе сохранились только две крепости начала XIX века – Кисловодская и Назрановская. Местность, где расположена крепость, возвышается между речью Сунджи и Назранки, являясь стратегически важной, и поэтому в различные периоды истории здесь располагались укрепления. Сейчас уникальный памятник разрушается на глазах, нуждается в реставрации. Чтобы еще раз напомнить о состоянии исторического памятника, сегодня и собрались научные деятели Ингушетии. Этот памятник нуждается в работах по сохранению, неотложных, противорийных работах и мероприятиях. Когда мы показываем значимость этого объекта, мы привлекаем внимание общественности и федеральных органов государственной власти, и наших бизнесменов. В 2001 году Назрановская крепость признана культурно-историческим памятником республиканского значения и является одним из самых ярких достопримечательностей региона. Чтобы сохранить уникальное наследие, надо уже сейчас принять меры.